Вы мне документы предоставьте свои, я вам предоставлю свои. На основании чего? На основании того, вы ходите, тут снимаете, смотрите. А нельзя? Мы с вами последуем, мы установим вашу личность. Такой вот у нас майор Гончаренко Дмитрий Борисович хочет проверить мои документы, потому что, видимо, обиделся, что я... Он обиделся, что я, значит, усомнился в том, что это не проезжая часть тротуара, около ресторана-то, да? Вот поэтому адресу Перевская, 73, строение 1. И он захотел проверить мои документы. И сейчас будет меня, видимо, доставлять в отдел. То есть вы сейчас закон не нарушали никак, да? Никакой закон не нарушали. А вот вы отказываетесь, ознакомимся с меня с ориентировкой, правильно? Отказываетесь. Вы скажете, отказываетесь? Да, я вам отказываюсь. В данный момент я вас отказываю, ознакомиться с ориентировкой. А что тут у вас был банкет какой, корпоративный? Да, откуда банкет? Так, всем привет. Находимся мы сейчас в Равиного Ереева. И вот идем отаги по тротуару. Тут тротуар, тут дорога, проехать часть. Идем. Переходим тут дорогу. И это тоже тротуар. Ну, мы видим тут, даже знак, вот 327 вдоль дороги, а тут тротуар. И мы видим тут кучу машин припаркованных. Даже разметочка есть около ресторана. О, а вот сотрудник полиции. У нас стоит. Ну и машинка как раз. Здравствуйте, полицейский. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот это у нас правильная часть или тротуар? Ну, так как поступали, жалобами ранее смотрели, то, что это являлось. Отойдите, это вот обещайте. Если вот там нет тротуарной крипты, не сделано, значит, это является твоей же частью. Это, конечно, неправда. Так, а как же тогда люди по ней выходят? Согласно ГОСТу. То есть, согласно ГОСТу, это все-таки проезжая часть, правильно? Согласно ГОСТу, да, если вот там, наверное, выстроены, тогда да. Люди вот там ходят по тротуару. То есть, тут нет тротуар с этой стороны вроде, правильно? Поезжая часть-то нельзя ходить, ходят вот там по парку. То есть, мы с вами сейчас, вот если я выйду туда, я можно сейчас и штрафовать, правильно? По 12.29 или нет? По 12.29? Да. Ну, я вам еще раз говорю, если нет, то дальше выезжаете с поверхней частью. Если хотите, я сегодня приеду, подробнее посмотрю, и все. Хорошо, так, а вот эта разметка, она вот тут как нарисована вообще? Тут я что-то знака парковки не заметил. Дорожную разметку наносим не мы, не службу ГИБДД. Чтобы вы знали. Я понял. Спасибо. Пожалуйста, всего доброго. До свидания. Тут, походу, сходняк у ресторана. Расперовская, 73. И молодцы у нас полицейские. Все по правилам, все по разметушке. Все по закону. Ну, будем смотреть, дальше что-то будет происходить. А вот пешеходы-нарушители. Ах, да, там же, получается, вот идет проезжая часть. Знаков никаких, тактильной плиточки нет. Получается, вот это у нас тоже проезжая часть. И люди, получается, с тротуара переходят сразу на проезжую часть. Вот как оно, оказывается. Определение в ПДД о том, что этот тротуар отделен бордюром или газоном, видимо, полицейские вообще не знают. Ну, ладно, что ж. Будем, значит, наказывать. А тут сейчас что-то случилось, полицейские или что? Нет. Нет? Нет. А все такое скопление слугебного транспорта, что ты ресторан не похож на... Гончаренко, фамилия моя, я являюсь командиром роты ГАИ Восточного округа. Ваши документы, будьте добры. А какой роты? ГАИ Восточного округа. Какой роты-то? Командир роты я. Ну, какой номер? Там четыре штуки. Четырех штук нету ГАИ. Четырех ротов ГАИ нету. Да ладно, а сколько их там в Восточном округе? Вы мне документы предоставьте свои. Я вам предоставлю свои. На основании чего? На основании того, вы ходите, тут снимаете, смотрите. А нельзя? Вот, смотрите. Гончаренко. Дмитрий Борисович. Дмитрий Борисович. Командир роты. Будьте добры, ваши документы. На основании чего? На основании того, что вы нарушаете. Что нарушаю? Там вы перешли проезжую часть. Не, не, не по это самое. Не по переходу, правильно? Документы. Будете материал административным составлять? Вы мне документы даете? Вы будете административным? Для чего? Вы мне дайте документы. Я вас проверю. Идет множество всяких мероприятий и так далее. Будьте добры. А если у меня их нет? Значит, мы с вами последуем и установим вашу личность. И все. Давайте. Не проблем. Следуем. Присаживайтесь. Куда? В патрульный автомобиль. Какой? Мой. А куда следуем? В отдел полиции для установления вашей личности. Согласны. Отлично. Просто так, да? Нет, не просто так. А что, имеется с нами полагать, что я в розыске? Очень много ориентированных людей. Похожих, разных. Понимаете? На лице камеры, правильно? Для этого я вас сейчас проверю по федеральным базам. Да. И все. Если вы не в розыске, вы следуете дальше, снимаете дальше. Все хорошо, все отлично. Будьте добры документами. Дмитрий Борисович, а вот вы сейчас, ничего, что вы сейчас нарушаете? Вы мне вот сейчас про тротуар что-то говорите. Вы же полицейский, вы в ГАИ работаете. Вы прекрасно знаете ПДД. Вы на документы даете? Я вам все объясню. Еще раз объясняю. Существуют ГОСТы, согласно которым обустраивается тротуар. Так? Так. Согласно правилам дорожного движения. Что должно быть, чтобы было это признано тротуаром? Знаете? Бордюр или газон, отделенный правой части. Еще что должно быть. Согласно ПДД. Еще что должно быть. Предназначение для пешехода. Еще что должно быть. Я вам это уже объяснил 10 минут назад. Да. Я вам пояснил? Пояснил. Также я вам пояснил, что если надо, я дополнительно разберусь в тротуар это и проезжу часть. Будьте добры, ваши документы. Ну я основания пока не увидел, к тому же у меня их нет. Я вам объяснил. Да. Я вам все объяснил. Что у вас есть основания полагать, что я нахожусь в федеральном розыске, правильно? Я не знаю, находится или не находится. Для того, чтобы мне это понять, мне надо проверить. А, то есть вы... Согласно российского законодательства, по требованию сотрудника полиции вы должны передать документы. Законному требованию. Это является законным требованием. Я вам сказал, для чего оно. Вам какие документы нужны? Любую удостоверяющую личность. Абсолютно любой. Если у меня их нет? То мы с вами проследуем и установим вашу личность. Хорошо. То есть вы будете осуществлять административную процедуру доставления, правильно, в отношении меня? Так? Так. Я вам вот сейчас поясняю, что добровольно ехать в отдел, что я не собираюсь. Именно в рамках административной процедуры, пожалуйста. Вас как зовут? Павел меня зовут. Павел. Я вам объясняю следующую ситуацию. Я не буду останавливаться сейчас с двух понятых. Производить протокол досмотра. Если хотите, если это вам нужно, я соблюду эту процедуру. И мы посмотрим, есть ли при вас эти документы или нет. Я поэтому предлагаю вам добровольно передать мне ваши документы, удостоверяющие личность, для того, чтобы я вас проверил по федеральным базам. Будьте добры, передайте, пожалуйста. Я, если честно, не помню, есть ли они у меня или нет. Будьте добры, вы посмотрите. Сейчас я. Так, вот такой вот у нас майор Гончаренко Дмитрий Борисович. Хочет проверить мои документы, потому что, видимо, обиделся, что я... Я вообще не обиделся. Мне надо понимать, с кем я разговариваю. Да, я вам сказал, как-то я. Так, и вот он обиделся, что я, значит, усомнился в том, что это не проезжая часть тротуара, около ресторана-то, да? Вот по этому адресу, Перевская, 73, строение 1. И он захотел проверить мои документы. И сейчас будет меня, видимо, доставлять в отдел, так как я не помню, есть ли они у меня или нет. Ну, вы уж будьте честнее. Если у меня нет. Честнее будьте перед зрителями. Перед зрителями? Угу. Зрители все посмотрят, что вы. Да, я отлучил. Нет, чтобы устранить правонарушение, а вы его создаете наоборот. От вас поступило обращение? Да, поступило. Вот мне надо вам какой-то ответ дать? Да. От вас поступило устное обращение? Мне надо знать, с кем я общаюсь. Надо, так если ты спросите у меня. Так предоставьте мне документы. Так если у меня их нет, что я вам предоставлю? Вы можете сказать, что вы Иванов Иван Иванович. Я вам объяснил какую-то причину, по которой изначально вы мне начали потом дали изъяснять. Правильно? Правильно. Будут все добрые документы ваши? Сейчас я вспомню, есть ли они у меня или нет. Вы сейчас хотите мое обращение зарегистрировать? Вам для этого данные мои нужны? Я вам еще раз объясню. И для этого тоже. И для этого тоже. Первично я вам объяснил, для чего мне нужны ваши документы. Для того, чтобы вас проверить по базам розыска. Логично, после этого... Можете своему начальнику, общинникову позвонить и спросить в розыске. После этого, после этого, от вас поступило еще одно обращение. Еще одно обращение. Я готов вам на него ответить, как письменно, так устно. То есть вы сейчас закон не нарушали никак? Никакой закон не нарушали. А вот когда я там к вам обратился, вы мне представились? Не помните, да? Ко мне подошли просто и спросили, это тротуар или не тротуар? Да. Ну, я к вам обратился. Я вам объяснил. Вы же так что сказали, что это обращение? Нет, я вам объяснил. Нет, обращение от вас поступило позже, сейчас. А, что это не тротуар. Да, я считаю. Правильно? И вы хотите это зарегистрировать? Конечно. Правильно. Ну, давайте, да, данную мою записи не скажем. Ну, дайте мне документы ваши. Я вам устно продиктую данные. Нет, мне надо убедиться, что вы это вы. Понимаете, устно можно сказать законов Ивана Ивановича. Но устно можно сказать все, что угодно. Я тоже не рассматриваю. Правильно? Почему это? Анонимки, вы просто не отвечаете. Согласно федеральному закону. Согласно 130, что мы приказываем. Вы на них просто можете не отвечать. Кому вы будете отвечать? Некому отвечать. Ну, мы, знаете, не знаем, кому отвечать. Поэтому я еще раз говорю, вы предоставьте и все. Вопросов нет. Мы и обращение зарегистрируем. И пообщаемся. И командирую я своему доложу, как вы сказали, Овчинка. Все согласно. Обязательно доложишься. Я вам еще раз говорю, что вы можете их даже держать в руках. Я их даже в руки брать не буду себе. Так зачем вам мои документы-то? Я вам еще раз говорю. Я вам могу устно продиктовать свой адрес, свою электронную почту. Не надо удостовериться. Документ удостоверяющий личность. Вы понимаете, для чего это? Для чего? При приеме обращений не нужно никакого документа удостоверяющего личности. Вы меня не слышите. Еще раз. У меня сейчас опять про прием обращений. Прием обращений – это вторая причина. Так вы определитесь, я в розыске или прием обращения. Для того, чтобы мне понять, в розыске вы или нет, мне нужен документ удостоверяющий личность, для того, чтобы вас проверить. То есть будет административная процедура проверки документов, правильно? Будет проверка вас по базам розыска. По базам розыска. Да. Отлично. В рамках административной процедуры. То есть у вас есть соответствующие основания, вы предъявляете мне законное требование предъявить документы, правильно? Я вам еще раз. Я правильно вас понял? У меня есть основания попросить вас предъявить мне ваше удостоверение личности. Будьте добры, предъявите ее. Так, хорошо. А основание... Я не затягиваю, я просто хочу понять. Основание такое, что основание подозревает, что я нахожусь в федеральном розыске. Вы все прекрасно понимаете. Я правильно вас понял? Одно из оснований может быть не то, что вы именно находитесь, а возможно находитесь в федеральном розыске. Возможно. У вас есть основания, так полагать? Есть основания, так полагать. Поэтому вы меня просите документы. Правильно я понял? Все, хорошо. Я считаю ваши требования незаконным. По своим основаниям, потому что я знаю законы, и у вас не может быть оснований полагать. Смотрите. Но у вас есть ориентировка на меня? Именно на вас? Я не знаю ни вашей фамилии, ни имени, ни отчества. Разглашать оперативную информацию, которая доводится на инструктажах, я не имею права. Она для служебного пользования. Хорошо, смотрите. Я тогда вас попрошу еще одну вещь. Ознакомить меня с документами и материалами, на основании которых вы хотите провести административную процедуру в соответствии с пунктом 7, статьи 5 Федерального закона о полиции. Могу я вас попросить это сделать? То есть ознакомиться с ориентировкой? Нет. Не могу? Нет. В данный момент... Это я также являюсь незаконным. Во-первых, я еще раз вам объясняю. То, что оперативная информация, которая доводится на инструктажах перед заступлением на службу, она является для служебного пользования. Если необходимо вам, вы вправе написать заявление, обжаловать мое решение. Конечно. Будет все рассмотрено и установлено в таком сроке. Конечно. Будет выбрать предъявить удостоверение. Ваше. Итак, вы отказываетесь ознакомить с меня с ориентировкой, правильно? Отказываетесь. Вы скажете, отказываетесь? Да, я вам отказываюсь. В данный момент я вас отказываю знакомить с ориентировкой. Хорошо, отлично. Я считаю ваши требования незаконным, но я ему подчинюсь под угрозу, что будет, если не подчините правильно. 19.3, правильно вы оформите на меня? Вы за меня сейчас будете говорить? Нет, я просто как-то додумываю ваши мысли. Я вам еще раз говорю, тогда мы все равно в данном случае установим вашу личность. Да. Проверим в базе розыска, по базам розыска и так далее. Если будет ваше правонарушение попадать под статью 19.3, будет составлен административный материал по 19.3. Смотрите, я не отказываюсь вам передать документы, я считаю ваши требования незаконным, но я ему подчинюсь и предъявлю вам паспорт. Хорошо? Будьте добры. Далее, я надеюсь, вы по букве закона будете записывать мое обращение. Да, никакой проблемы нет. Из рук вы же сами сказали. Да, и не проблема. Проверь по федеральному базе, пожалуйста. Все, я понял, спасибо. Да, жду ваше обращение. Можете вас подбирать? Да. По личному телефону-то очень по закону пробивать, я думаю, да, личные данные для распространения по незащищенному каналу связи. Ну, давайте писать обращение, что ж. Давайте. Вы запомните? Конечно. Вы устно хотите? Да, конечно, устно. Все же по закону. Если хотите, я могу и письменно. Не, ну вы там можете записывать, мне все равно как воспримите эту информацию, если честно. Если у вас память хорошая, то можете запомнить. Так, сегодня 31 октября 2018 года по адресу улица Перовская. Давайте я вас тоже буду снимать, чтобы вы мне говорили, чтобы я мало ли не забыл. Если хотите, я вам дам листок, ручку, вы можете... Не, ну вы можете фиксировать, пожалуйста, только предупредите меня. Я об этом на самом деле. Да, да, все, хорошо. Смотрите, сегодня 31 октября 2018 года по адресу улица Перовская, 73, в стране не один. Я стал свидетелем того, как множество автомобилей, а именно 4 штуки, припаркованы на тротуаре в нарушении правил дорожного движения. Я определил, что это тротуар в соответствии с ПДД, так как он отделен от проезжей части бордюром и газоном. Припаркованы были также и полицейские автомобили, что меня больше всего смутило. А именно отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Восточному и Астративному округу города Москвы с номерами Ольга 237599 регион и Ольга 823799 регион. Последний автомобиль, Ольга 823799 регион, при мне также осуществлял движение по тротуару. Также в данном месте присутствует разметка, которая ничем не потреблена. Я считаю, что она нанесена не специальными полномочными службами, а самовольно. Никакого знака парковки здесь также не имеется. Не указан способ постановки трассных средств и так далее. Я подозреваю, что это может являться административным правонарушением, а именно самоуправством, возможно, сделанным для данного ресторана. Также мне неизвестно, что в данный момент делают здесь патрульные экипажи ДПС вышеуказанных номеров. И именно командироты... Как вас фамилия? Гончаренко, да? Гончаренко. Служебных обязанностей при мне никто не выполняет. То есть я предполагаю, что полицейские просто пришли покушать в ресторан. Прошу провести проверку по данному факту. Привлечь к административной, уголовной или дисциплинарной ответственности виновных лиц. Собственно, все. Отправить мне ответ... В том, что пришли поесть? В том числе. Пришли поесть, вы можете приходить поесть, пожалуйста. Только не на служебных автомобилях. В обед, пожалуйста. У вас там около батальона есть много очень кафешек. Тут я не знаю, что вы делаете. Сейчас зайду, проверю еще. Прошу мне отправить ответ на электронную почку. С как доллар. Все? Все? Закончено совращение? Да. Всего доброго. До свидания. До свидания. И вам, и вам. Так, всего двое. Вот такие и вот. Обидчивые. Все, коллеги ваши закончили? Давно уже. Давно. А что тут у вас был? Банкет какой? Корпоратиш? Да, откуда банкет? Понятно, понятно. Вот так вот. Здрасте. А вы по дороге едете, да? Это тротуар. Назад, назад. Ну, сейчас вас оштрафуют тогда. Вон полиция стоит. Это тротуар. Тут нельзя ездить. Это тротуар. Что еще раз? Тут что-то надо, а по сути хорошо. Ну, назад. Вот, по дороге ездить надо. А не по тротуару. Ну, так, дурной пример заразителен. Какой пример подаете? Полицейский. Ну, какой пример подаете? Мы с вами точно не пообщаемся. Ну, просто к вашей совести как-то воззвать хочется, но уже. Ну, вот правда. Ну, тут человек реально видит, полиция стоит. Я бы тоже вот так, допустим, засмотрелся, да? И человек не понимает, тротуар, дорога, вроде полиция стоит, значит, можно стоять. Понимаете? А что не так-то? Я вам еще раз объясню про плитку отделяющую. Плитка? Про плитку в ПДД ничего не сказано. Вы сами прекрасно знаете, что это тротуар. Просто разберитесь, правда. Не надо вот упираться до конца. Хорошо? По-человечески вас прошу. Я вас прошу 20 минут. Ладно, хорошо, все. Всего доброго. До свидания. Вот такой вот у вас целый майор Гончаренко, который не может отличить, видимо, проезжую часть от тротуара. Ну, а я предполагаю, что все-таки может, просто ему как-то неудобно признать правонарушение свое, да? И понести ответственность как мужчина, да? Как они любят говорить. Как мужчина признать неправым там все дела, принять меры, чтобы больше так не делали, да? А люди видят действительно, что полицейские машины стоят, что разметка какая-то нарисована, да? И едут, едут на тротуар. Вот, прямо на людей, как бы, можно сказать, да? Вот. Будь более неадекватным водителям неизвестно, что будет, чем вообще закончится. А полицейским пофигу, это не тротуар, они стоят. Зато документы проверить у человека с камерой, это легко вообще. Кто-нибудь замечание сделал? Вообще легко. Естественно, будет написано жалоба по данному факту. Сюда, я думаю, еще придем с группой поддержки, да? Чтобы эту всю шайку, так сказать, наказать. И убрать эту разметку. Либо же поставить знак как-то, чтобы было все действительно по закону и по правилам дорожного движения, чтобы ни для кого не было каких-то приоритетов или все, в общем, должны быть равны перед законом и судом. Даже майоры, генералы, капитаны, без разницы. Еще также большой вопрос вызывает, что они вообще делали около этого ресторана в служебное время. Вот я лично не хочу, чтобы за мои деньги они катались по ресторанам, на служебном транспорте, еще и по тротуару. Это как-то уж совсем дико. Да уж, вот эта полиция... Вот видите, ребятушки, это у нас был Гончаренко Дмитрий Борисович, командир 2-й роты ДПС, КИБДД, ОВД по ВАУ, отдельного батальона. Ну, а чем же знаменита у нас эта рота? Прежде всего, своими коррупционными проявлениями. Они не только, по словам потерпевших от их действий, берут взятки деньгами, но и даже берут людским трудом. То есть, у меня даже был ролик, где, так сказать, потерпевшие от их действий рассказывали, что они взяли последние, последние 500 рублей, и договорились, что на остальную сумму, так сказать, взятки в натуральном размере, они будут красить им автомобиль. Так, а что это они там поднимают? Ну, они потом спросили денег. Погравы в чем машина? Ну да, 5000 они спросили, у нас просто денег не было. А кто спросил? Это ж мент. Старший или младший? Который в машине сидел? Да, который старший. Мы потом сказали, у нас просто сейчас нет денег, 500 рублей им отдали, я обещал им завтра машину покраситься. Как он тебе показал, что деньги, сколько денег и как? Ну, они, знаете, многие умеют по-взбекски, и они 5000 вещмин с каждой. А сами по-взбекски? Да, по-взбекски мне, да. Ну, не знаю, там покрасили или не покрасили, об этом факте я также сообщил, они были привлечены к дисциплинарной ответственности, судя по тому ответу, который мне пришел на это. Также еще было много там ситуаций, в которых, по моему мнению, наблюдаются коррупционные проявления, да, то есть я вставлю сейчас это в ролик, вы это, скорее всего, увидите. Вот, так, ну и также это, конечно, беспричинные остановки, то есть придумывание ПДД на ходу, что там водитель каршеринга обязан там приложение показывать и прочее. Приложение откройте. В связи с чем? В каком правиле управлять транспортным средством? Ну, на праве наличия документов. На основе какого пункта правил? 2.1.1, я вам же сказал. 2.1.1, про приложение вообще ничего нет. Машинку приборкуйте, со мной пройдемте. То есть это понятно. Так вот, я-то думаю, откуда подчиненные вот такие берут придумывание ПДД на ходу? Так вот откуда, это же у них командир такой, Дмитрий Борисович, оказывается, видимо, их учит. Я так думаю, что... Ну, он прям учит, говорит, если, говорит, нарушил, да, допустим, там, на тротуар встал, так ты придумай, что это не тротуар. Вот и все. Там, если, допустим, потребовал документ, потребовал приложение у водителя каршеринга, ну, нет такого в ПДД, так ты придумай, что есть ПДД, и все, то есть, все нормально, все хорошо. Когда он катается по ресторанам, да, на служебной машине, да еще и по тротуару, да еще и доказывает, что это не тротуар, да еще и требует паспорт у человека, который, так сказать, поинтересовался у него, тротуар это или нет, который сделал ему обращение под своим служебным положением, соответственно. Как я считаю, незаконно, абсолютно. То есть еще большие вопросы также вызывают, а что они делали в этом ресторане и так далее. Может, там какая-нибудь, опять же, коррупционная составляющая была. И это все, я думаю, предстоит выяснить Следственному комитету отделения собственной безопасности, о чем мы, конечно, им сообщим, предоставим данную видеозапись. Всем удачи, всем пока, боритесь за свои права, не проходите мимо, присылайте свои видео, если вы видите подобный беспредел, подобные деяния сотрудников полиции или каких-то иных властных структур, так сказать. Будем их публиковать, позорить их, если нет другого пути, как привлечь их к ответственности. Будем их, значит, позорить, чтобы все знали, как они пользуются своим служебным положением. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка будет в описании. Также зрители нашего телеграм-канала могли практически в прямом эфире наблюдать за данной ситуацией, потому что я все транслировал туда. Также там будут ответы на заявления и даже некоторые бэкстейджи со мной и другими активистами. Все, всем удачи, всем пока, боритесь за свои права. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok